Дратути! Полтора года назад, может быть даже два, я не помню Я снимал наушники от компании OneMore, которые были трехдрайверными Были с шуба-дуба наушники Вовочка, отпишись, как ты там их сломал? Нет, товарищ, я вам презентовал эти наушники Хорошие, дорогие, он их сломал? В метро или где-то там? В общем, неважно, наушники офигенные, все педали Сегодня же ко мне на стол попали наушники Quad Driver То есть четырехдрайверные Здесь по описанию, значит, три балансных арматурных драйвера То есть здесь динамический, для отработки низких частот И три остальные драйвера, значит, арматурных Они работают на отработку, значит, средних-высоких и высоких, естественно же Да, то есть такая идет сепарация Кстати, щас Вот так вот Вот эти наушники от OneMore тоже были распакованы... Не помню, в восемнадцатом году или в каком... Тоже года два назад, то есть я ими до сих пор вот пользуюсь И никаких, значит, нареканий на них нет Великолепно собранные наушники И, наверное, некоторые даже и видели, да? Когда я там микрофоны писал, что-то и тестировал еще Ну, то вы видели по-любому, да? То есть уже офигенские Ну и давайте вскрывать эти Но по коробке, блин, они вот, знаете, за вот это время Сколько прошло, да? Полтора от года, да? Или два, я не помню Напиши в коммент Не помню Чё сказать Они не изменились вообще в комплекте поставки То есть вот у них всё так же книжкой Всё так же у них, значит, по характеристикам, значит, смотрите Значит, у нас 3,5 мл с покрытием золотым, значит, джек 99 дБ, 32 Ома импеданс, 20-40 кГц звука Он их, значит, разлет Мне кажется, это, знаете, золотая середина То есть это прям самый оптимальный вариант для использования и на смартфоне И использования на хайрезных плеерах На которых, кстати, мы с вами сегодня их и послушаем тоже А если они еще годными окажутся, то мы с вами их еще и разыграем Да, они по-любому годные Я уверен, что... Следующий шаг не может быть назад Хотя... Айфон же убрали, джек Ну ладно, прикалывайся уже, ладно, смотрим поставку Тык... Бам! Ну классика! Классика! Посмотрите, как они упакованы, классно, а? Точно так же, как и упакованы были до этого наушники Эти, по-моему, были 100001 Эти 1010, да? То есть 1010 модель Всё показано, то есть вот у нас, значит, арматуры, все дела Там динамический драйвер, то есть вот они нарисованы И заметьте, сколько у нас амбушюров здесь Опять-таки, да, по миллиметрам всё это выставлено Опять же, переходничок, клипсы, которые цеплять И, собственно, здесь у нас переходник на большой джек Да, на 6-дюймовый И коробку, в которой будут у нас, собственно, они храниться Буду аккуратно распаковывать, потому что эти наушники еще победителю нужно будет отправлять Вот так вот сделаю Ну вот прикасаешься к ним и уже прям чувствуешь, ну хорошее... Ну вот, ну чё, плохо что ли собрано? Да охрененно собрано! Блин, такие наушники прям один кайф распаковывать В общем, вот у нас набор амбишур В сторонку его положим Здесь у нас наклеечки OneMore Все педали, как обычно, да? Они тут, тут... Педали 2 тома здесь, значит, их, значит, пожалуйста На разных языках В сторонку, то есть больше ничего нет Ну, ладненько, окей Давайте всё это уберём обратно И, собственно, вот он, 3,5 мм переходник на 6 Ноготь! Ну вот он, собственно, переходничок, да? С 3,5 мм на шестёрку 6,3 Такс, ну и, собственно, сами наушники Вот в таком у нас, значит, твёрдом кейсе Бэмс Кейс балдёжный, просто офигенный Точно такой же, как и был ранее, серьёзно Вот он из такой эко-кожи сделан, на магните То есть носить с собой Ну, если вот такой портсигар не хочешь Можешь там в карман, да, скручивать Ну, собственно, вот они сами наушнички Слышите этот звук? Металь! Тяжёленькие такие, прям классные Такс, у нас, значит, вот такие вот они с виду Левый, правый, вся фигня показана, значит, у нас тут OneMore Хорошая ножка, то есть от переломов, все дела Кабель хороший И давайте посмотрим у нас звуковод Вот он, звуковод Некислый Нормальный звуковод Многим может показаться, конечно, коротким, но Сейчас мы послушаем, посмотрим, как они Амбишуры прям хорошие Зачёт! Ну и, собственно, по длине давай посмотрим Тупс! Вот такой вот у нас длинный кабель Вот их Шурудить в руке уже один кайф, да? Ладно, в сторонку убираем это дело и давайте послушаем на смартфоне Кстати, те, кто будут слушать их на смартфоне, пожалуйста, обратите внимание, что здесь есть, значит, управление play-pause перемоткой, да, там подобное, и здесь есть микрофон, то есть можно использовать их как гарнитуру, то есть едешь там слушаешь, пожалуйста, можешь еще и отвечать на звонки Не знаю, мне кажется, посадка прям хорошая, прям ништяк Так Бас! Хорош! Первое впечатление верхушки, мне кажется, здесь верхушек не хватает Верхних частот, то есть бас очень хороший, прям глубокий И он здесь не такой сухой, как вот у арматурных наушников, имеется в виду, у которых арматура еще на бас направленная, да? Во! Во! Кстати, еще вот, что удобно, да? Вот, пожалуйста, вот это То, что он L-образный, либо G-образный, да? Ты в Америке L, в России G Ну, в России не G, нормально все в России Хе-хе-хе! Ну, прикольно! Прикольно звучат! Единственное, что они вот более такие темные на верхушках, но это эквализация, сейчас попробуем, поднимем Моё почтение, я вам хочу сказать, да? То есть они не хуже предыдущей модели, это точно Вот так вот сделаю, да? Они более имеют темный звук на верхушках То есть прям отчетливо слышно, что он чуть-чуть подсобран туда Вот, где там, десятка и вот туда 10 килогерс Такс! Ну и давайте все это дело затестим, значит, на Hi-Race Player Затещу прям на Шанлин и сейчас, потом на FIA Ну, погоняем Хорошее позиционирование у них в пространстве Эшелонирование, ёлы-палы, блин! Ну-ка, на забойчик перемотаем Очень хорошо! Но, как я и заметил, как я и заметил, на этих наушниках вам придется подкручивать Эквализацию в ВЧ В верхних частотах Потому что Это хорошо, когда они из коробки не сыпят Потому что меня выкумаривает, когда начинается просто сибеляться бешено Сыпать вот это вот Это, кстати, вот Хотя, несмотря на то, что это, как бы, сяомишная, значит, дочка, да? Там это все ответвление Но предыдущие, там, те же сяомишные наушники Вот они любители были песком посыпать И вот ТФЗшки, которые у меня Они пипец какие высокочастотные Вот посмотрите там предыдущий, значит, видосик вот с этим вот плеером, да? Они отличаются в корне по, значит, яркости Вот эти можно подбавить А изначально из коробки у них совершенно другое звучание Так, стоп! И на, собственно, фия А можно я скажу? Да Их вообще не слышно практически То есть, ну, окружающему человеку вообще почти не слышно Я даже не понимаю, что ты слышишь Ну, вот видите, еще и плюс вот такой Ну, клево Они реально классно звучат Независимо, какой бы это был источник Вам придется в любом случае немножко ВЧ подкручивать Но об остальном Ща побазарим Смешно 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 Хорошо И вы знаете, вот на композиции Фламинго Infected Mushroom Здесь что-то мне вообще не показалось, что они темные Серьезно, их очень хорошо в ВЧ передают То есть, блин, ну тут... Ну, я же говорю, хорошо, когда их немного, можно подбавить То есть, можно в эквализации там докинуть, да? Хреново, когда они сразу из коробки начинают ссать в уши Вот это плохо, серьезно Хорошо, они более темненькие, ты можешь там подкинуть Вот это классно Короче, сейчас вот я послушал эти наушнички на разных, скажем так, композициях И классику послушал, и послушал электронщик Ну, там и Psychedelic Trans, и Hard Rock, и Heavy Metal, как говорится Все нужно посмотреть, как они отрабатывают Очень быстрые наушники То есть, здесь реально частоты отрабатывают достаточно быстро Бас здесь плотный, он не такой сухой, как, например, в тех же самых наушниках с арматурными Это прям отчетливо слышно, то есть, у него... Он не гулкий, чтоб гудел Но, баса здесь прям предостаточно Особенно, поиграйтесь вот с этими делами То есть, вам обязательно нужно будет поиграться с амбушюрами Подобрать свои Благо, здесь их вон, их пачка целая То есть, вы выберите сколько, вернее сколько И сколько, и какие надо, да? Второе В этих наушниках детальность очень хорошая, знаете, вот... Как будто бы вы надели очки, да? Нет, если у вас плохое зрение, в этом смысле То есть, вы раз, и все более... Скажем, весь мир окружающий в деталях увидели Вот так, да? Если у тебя нормальное зрение, ты и так это все видишь Естественно, да? Ну, я имею ввиду, вот... Такая аналогия, понятно же, да? Я думаю Опять же, хочу отметить, что с хорошим источником, естественно же, да? Там различные Hi-Res плееры, плееры там это будет классно звучать Но и со смартфоном, как я уже сказал ранее Вот, в принципе, по характеристикам, да? По ТТХ Они подходят и под смартфоны, и под плееры И тут, как говорится, если у вас еще хороший смартфон с, допустим, выделенным ЦАПом Там все это будет офигенно звучать еще лучше, да? Хорошее эшелонирование, хорошее позиционирование в пространстве То есть, даже вот инструменты, ты слышишь, где находится, все классно, действительно детально Вот, как сказать, вот... Я не хочу сказать, что прям это аудиофильское Вообще этих чуваков трогать, не знаю, мне кажется, всяких аудиофилов и филов различных, да? Они закусают, они скажут, что да не может быть! Чтобы за это ценник они звучали, как что-то там нифига себе Чтобы отрабатывали, как вообще, бешеные наушники там за 300 тысяч Ну, как в том анекдоте, говорит, да? Не может быть, чтобы вы были такие веселым и здоровым Как вы так себя чувствуете? Как вы вообще живете, да? Я просто ни с кем не спорю, да ну не может быть! Ну не может быть, так не может быть Так и тут Не может быть и не может быть Это ваши проблемы, аудиофилы И филы всякие То есть, как обычно, да? Лайк не нужен мне, никакие там дизлайки можешь ставить по барабану Просто нужен коммент и нужна подписка для того, чтобы тебя машина выбрала Лайки мне от вас не нужны Ну и, собственно, достанется это счастливчику эти наушники Там через две недели мы разыграем их Уж и огонь! Блин, они мне вот реально напоминают кости Вот серьезно Так, ладно, возвращаясь, значит, к звучанию Что еще вот я отметил при прослушивании классики? Все равно, вот я как-то вначале их вот распаковал здесь Сидел, слушал, там сравнивал, да? Высокие частоты мне показалось Все-таки нужно подкручивать классику На классике высокие частоты я подкручивал обязательно для того, чтобы прям послушать Действительно вот то звучание, которое у оркестра, значит, имеется, да? Про позиционирование я уже сказал, да? То есть оркестр действительно звучит правильно, нормально Кухня барабанщиков вся вот Просто включаешь записанный студийный барабан И ты отчетливо слышишь, где, по каким, значит, барабанам Да, там парай, там чайну, там хай-хет Все это дело отрабатывает Это слышно Это классно Еще раз повторюсь Да, сейчас аудиофилы могут сказать, что Чувак, да нет, они будут спорить со мной сейчас, что... О возможностях этих наушников Ну и ладно, фиг бы с ним Но я хочу сказать так, что Мне будет вообще не зазорно За то, что вот эти наушники Попадут человеку, который их победит Серьезно, ты охренеешь Ты будто слепой наденешь на... Как говорится, свой нос на... Наушники, да? Слепой наушники надел... Очки и, собственно, увидишь все в деталях Серьезно Единственное пожелание компании OneMore Это чуть, скажем... Хотя это пожелание, это... Занимался этим, как вот там... Люка Бернарди, да? Это три... или как... Бернарди... Мужичок, значит... Довольно известный звукорежиссер И, собственно, он отстройкой вот этих наушников занимался И, собственно, он занимался вот этими, да, наушниками Эквалайзер в помощь И эти наушники будут, собственно, и цыкать, и зыкать Если вы захотите приподнять Ещё раз повторяюсь, моё личное мнение Что если наушники имеют из коробки более тёмное звучание на высоких частотах Это хорошо, ты можешь приподнять А вот приспускать... Ну ты понял, да? Как-то... Я не любитель Это всё равно, что лучше при съёмке без засветов снять более тёмный кадр, чем снять с пересветом Пересвет ты уже никак не исправишь А вот поднять, скажем так, хайлайты ты сможешь Так и тут, то есть Здесь можете спокойно ВЧ поднять Ну, в общем, вот такие утушки Доволен ли я звучанием? Песец как доволен, они классно звучат Пространственно, мощно, бас хороший такой Густенький, липкий, он не сухой Он действительно хороший, объёмный Низкий, знаете, вот даже мид... Мид-бас вот такой здесь приподнятый Я вот такое услышал, да? Середина хорошая, ровненькая И единственное, что вот, мне кажется, в спад идёт на ВЧ Опять же, это моё ухо, я это слышу, но Звучание, детализация, качество звучания, проработка инструментов у этих наушников на высоте Что это было, допустим, в предыдущих у Ван Моа, что это вот в этих наушниках Действительно, тот же самый Люка Беднарди, да, он не просто так свой хлеб ест, да? Не просто так он звукорежиссёр Или как ещё, аудиоинженер Как вы ещё там друг друга называете там, в общем Клёвые годные уши, и если ты победишь, я буду за тебя рад Ну, собственно, условия я уже сказал, но на всякий случай, наверное, продублирую снизу И через 2 недели на стриме мы, как обычно, разыграем эти наушники среди подписчиков канала Распаковка-два-паковка А пиши теперь ты в комментах, что ты думаешь об этих наушниках Почему ты думаешь? Потому что эти наушники уже как года 2 или 3 на рынке Я только сейчас их распаковал, да Я вечно всё с опозданием делаю, но эти уши достойные И даже спустя вот 3 года, как они вот на рынке, они охрененно звучащие И это не стыдный продукт Сейчас он похож на Вилсу, сейчас скажет точно реклама, блин Ну, ладно Как-то так Пиши, чё думаешь Если у тебя есть такие наушники Пока! Слушай, какая здесь дорогая постарка, да? Посмотри, что это для ушника А как это? Амбюшуры называется А какая разница? Это же для наушников, да? Ну? Нет, для ушники Нет такого слова, для ушники Значит будет! Понял, чё ты сегодня? Я слышал, что такие фокис опять разыгрывал, да? Да Вот ты задница, вот ты жук, на фигню, а? Да, дай сюда Вот эту поводку дай, вот эту, я их спросила Вот эту? И мне вообще всю вот эту давать Да она тут, зачем она нужна? Не вижу, что она злая, вот эта Ай, я повод, поняла, да? Вот у меня всякие ништяки будут складывать, а? Что ты тут просила? Зачем она нужна? Кот! Что-то! Какой ты жадница, жадница? Я с тобой больше не люблю работать! Серьёзно! Субтитры сделал DimaTorzok